Сегодня часто пресса говорит, ну какое наследие Ивана Михайловича Симонова? С одной стороны, вот это здание, я хочу сказать, что через это здание, оно было первой городской астрономической обсерваторией и не предназначалось для обучения. Сейчас в нем выучаются 50 студентов-астрономов, 150 студентов-геодезистов в год, и еще через него проходит 300 студентов других факультетов, которые изучают геодезию, картографию в нашем университете. То есть 500 человек в год оно через себя пропускает, чтобы вы представили масштаб. В этом здании мы астрономические наблюдения не ведем, но я буду говорить о геодезии. И просто часто бывает так, что начинаешь говорить об астрономии, потом времени не остается, и про геодезию уже не успеваешь говорить. Поэтому я так немножко поменял местами. Следующий слайд, пожалуйста. Вот этот телескоп, о котором Наля Булуч говорил, сам Симонов не успел много чего сделать на том инструменте, который при нем был установлен в этой башне, но зато после него 30 лет наблюдал на этом телескопе следующий директор обсерватории Мариан Ковальский, который из Петербурга к нам приехал. И обработав свои данные за 30-летних наблюдений координат звезд, он, во-первых, обнаружил, что звезды изменили координаты своей силы собственных движений, правильно догадался, что это реальные движения звезд в пространстве, и обнаружил групповую составляющую этого движения, которую он правильно предположил тогда, что оно отражает вращение нашей галактики. Тогда это мало кто мог задумываться о том, что вот мы живем в большой такой звездном мире под названием галактики, и вот он обнаружил только спустя 50 лет американцы уже по фотографическим наблюдениям в начале 20 века подтвердили обнаружение Ковальского. Это вот если говорить в этом инструменте. Дальше. Дальше я немножко расскажу о геодезии, поскольку Симонов был не только первым астрономом, но первым астрономом-геодезистом. И это современный круг задач, которые решают наше геодезическое направление. Следующий круг, следующий слайд. Казалось бы, основное приложение труда геодезистов – это строительство, высокотехнологичное сооружение, но в Казани этим занимаются не только в Казанском университете, а есть строительная академия, в сельскохозяйственной академии готовят геодезисты. Чем же отличаются наши геодезисты? В первую очередь тем, что они занимаются, вот то, что мы говорим, высокоточной геодезией. Следующий слайд. Ну, высокоточная геодезия в настоящее время основана на использовании сети космических систем, GLONASS, GPS, Galileo, еще уже есть китайская система. Вместо звезд, которые в свое время использовал Симонов для определения коронавируса на Земле, используются спутники и используются приемники современных технологий, по которым вы можете определить свое положение на Земле. Следующий слайд. Ну, и вот на здании нашей кафедры, там в свое время при Симонове, когда создавалось это здание, был сделан специальный столб в правой части здания с юга смотреть, очень основательный, благодаря которому эта часть здания, ну и само здание является очень устойчивой, и это дало возможность нам создать референтную точку в геодезии, к которой привязана система координат в Республике Татарстан, и которая позволяет отслеживать не только устойчиво относительно этой точки станции ГНСС в Республике Татарстан, но и делать работы по глобальной геодинамике. Следующий слайд. Ну, вот выяснилось, на самом деле мы не стоим на месте, мы смещаемся, и выясняется, что если смотреть относительно общей системы координат, эта точка наша, которая является опорной, смещается примерно на несколько сантиметров в год, и здесь вектора смещения показывают, вот Казань в центре и Татарстан в сторону Урала, дальше Новосибирск, видите, выравнивается, и дальше, пожалуйста, к следующий слайд. Вот, и наша точка и наша станция, которая работает на здании нашей кафедры, является очень удобной, она показывает, на самом деле, ну, вернее, эта карта показывает, что есть такие глобальные геодинамические смещения, связанные с смещением материков, видите, здесь вот часть идет к Урала, Сибирь движется в эту сторону, здесь полосок Индостан, кстати, смещается в сторону Тибета, благодаря этому здесь Гималайи, в котором деваться некуда, и они принимаются вверх. Вот, все это, на самом деле, отслеживает глобальную геодинамику движения континентов, то есть, казалось бы, мы занимаемся, готовимся студентов для того, чтобы они простыми вещами занимались, но, на самом деле, это работа, в которой участвует наш студент на уровне магистрских работ, и вот такую, выполняя высокоточную геодезию, они потом уже простые вещи могут делать спокойно. Дальше. Другое направление деятельности очень интересное – это измерение локальных гравитационных полей и в будущем, в перспективе, определение своего местоположения по измерению локального гравитационного поля, в котором вы находитесь. Здесь специальные спутники работают, совмещенные со системами GLONASS, GPS и так далее. Дальше, пожалуйста. И если… Ну вот назад вернуйтесь, пожалуйста, сейчас вскочил. Если у вас… Получается? Если у вас где-то есть аномалия, либо залежи, там, нефти, легкая, либо, там, как курско-магнитная аномалия, где огромные залежи железа, у вас будут различные гравитационные притяжения, и спутник будет чувствовать эти отклонения. Поэтому, устанируя всю Землю с помощью специализированных приборов, вы можете построить карту гравитационных отклонений от среднего. Следующий слайд, пожалуйста. И вот такая работа ведется с использованием международных спутников. Казань здесь, в лице Рафаэль Савченко, работает в составлении моделей и описания тех данных, которые получаются, следующие кадры. В итоге, вот, получаются картинки распределения гравитационного поля по поверхности Земли дальше. И это, вот, выливается в такую работу большую, в определение размера фигуры внешнего гравитационного поля Земли. И сейчас, поскольку космонавтика развивается не только Земли, но и планет, спутников планет. Дальше. Ну, естественно, привлекает внимание Луна. Сейчас все туда устремятся. И методы геодезические фотограмметрии, которые развиваются у нас, в том числе в инженером на территории инженерного института, они уже позволяют описывать, не только получать карты двумерные, но и карты трехмерные и с добавлением вот этих модель гравитационных полей. И в будущем, если удастся создать такую карту гравитационных полей, можно будет определять свое местоположение не только по углу НАСС-ГПС, но и вот по карте этих распределений гравитационного поля по поверхности Земли. Следующих, пожалуйста. Еще одно интересное направление, я вот сказал сейчас, Сельшат Равкатович, которое развивается у нас, это совмещение современных способов лазерного сканирования с высокоточной геодезией, которая позволяет строить объемную картину нашего любимого здания, в котором мы живем. Мы с этого начали. Следующий слайд, пожалуйста. Эта работа тоже выполняется под руководством наших доцентов, профессоров, нашими магистрами, когда, если вы обратили внимание, на здании кафедры есть такие знаки, это специально они построены для того, чтобы потом дешифрировать результаты лазерного сканирования. Дальше эти данные лазерного сканирования комбинируются с данными подземных коммуникаций, то есть всего, что вокруг здания, для того, чтобы создать такую модель, начиная с подвала и доверха. И все это должно быть привязано по координатам к ансамбле университета и к координатной сетке, в которой мы находимся. Дальше создается такая модель, основанная на этих трехмерном сканировании. Дальше. Это тоже результаты трехмерного сканирования, не фотографии изнутри нашей аудитории. Дальше. Дальше. Это третий этаж, где находится телескоп и свод на третьем этаже, который держит башню. Дальше. И вот как результат этого вся вот такая трехмерная модель может быть встроена в карты Google. Это карта Google, которая из космоса, как виден наш университет. Фактически он двумерный, специальным углом снимается, хотя бы какой-то трехмерный сканировал. А теперь, когда вы такую карту можете создать, вы можете встроить эти результаты ваших измерений. Трехмерная с помощью лазерного сканирования, карту Google. И человек, который пользуется этой картой, кроме просто картинки, вот вида университета сверху, может представить, что это за здание. И в принципе вот такая работа ведется, она не быстрая, она уже несколько лет ведется по отношению к нашему зданию. Но, в принципе, можно ее будет, если будет интерес, и в отношении других зданий Казанского университета продолжать. Следующий. Дальше я перехожу уже к тому, к тем конкурентным преимуществам, которые есть у нас в области астрономии, наблюдательной, экспериментальной астрономии. Ну, здесь перечислено, начиная с планетария, телескоп при планетарии, северо-кавказская астрономическая станция и телескоп в Турции. Ну, давайте пробежимся быстренько по этим. Следующий слайд. Вот небольшая серия телескопов, которые находятся в здании планетария. Телескопы размером от 10 сантиметров до 50 сантиметров для наблюдения Солнца, планет, ну и в том числе, вот можно, оказывается, наблюдать и из Казани галактики с активными ядрами. Вот внизу картинка изменения яркости, которая связана с выбросом джета из сверхмассивной черной дыры, где яркость меняется в течение суток достаточно сильно, так что можно наблюдать эту кривую блеск, так называемую, связанную с активностью ядра в сверхмассивной черной дыре. Ну, в Казани, как известно, погода не очень хорошая, поэтому давно уже мы вышли на юг. Следующий кадр. На северном Кавказе у нас есть станции Казанского университета, и вблизи станции Казанского университета, совместно со специальной астрофизической обсерваторией, у нас есть серия телескопов мини-мега Тортора, это 9 небольших телескопов размером 8 сантиметров, каждый из которых смотрит в свою область неба и покрывает очень большую площадь неба, тысячи квадратных, почти тысячи квадратных градусов. Необходимы эти приборы, как для исследования быстропеременных процессов, как-то движения метеоров, спутников, но также и для одновременной регистрации гамма-всплесков в гамма-диапазоне, когда это делает спутник, и в оптическом диапазоне. Сейчас эта система работает, при удачном стечении обстоятельств за ночь можно получить 28 терабайт данных, это колоссальное количество, при емкости компьютера 100 терабайт, за три ночи вы забиваете полностью компьютер данными. Это новые технологии, что с этим делать, как с этим объемом данных работать, потому что вручную их совершенно невозможно обработать. И это новые IT-технологии обработки этих данных, которые должны здесь использоваться на этом приборе. Следующий слайд. Ну, теперь несколько слов о нашем телескопе в Турции, которое располагается на территории Национальной обсерватории Тивитак, на горе Бакарлы-Тепе, 2500 метров над уровнем моря. У меня, к сожалению, нет времени долго рассказывать, я надеялся, что Наля Блоч расскажет немножко об этом, истории этого проекта, но я думаю, что эта тема может быть отдельной лекцией, поэтому я просто покажу современные возможности этого телескопа. Дальше, пожалуйста. Этот телескоп является частью большого международного проекта. Сам телескоп является телескопом Казанского университета, но оборудование научное для этого телескопа создано участниками этого проекта, Казанский федеральный университет, Академия наук Республики Тарстан, Институт космических исследований Российской академии наук и Национальную обсерваторию Тивитак. И одна из главных задач этого телескопа – наземная поддержка орбитальных обсерваторий, которые сейчас летают и наблюдают в рентгеновском диапазоне и в радиодиапазоне. Следующий слайд. Наши преимущества в том, что это самый южный российский телескоп, по-видимому. Благодаря этому нам доступны те области неба, которые недоступны при наблюдениях из России. Телескоп находится здесь, в городе Анталия, в Турции. Для масштаба человек стоит около телескопа. Это один из крупных университетских телескопов. Только у Московского университета, наверное, есть такой. Телескоп сейчас с диаметром зеркала 2,5 метра, но он стоит на Северном Кавказе. То есть гораздо севернее и не видит те южные области неба, которые мы видим из Турции. Следующий слайд. Благодаря усилиям, прежде всего, Рустама Сахача-Гумерова, который присутствует, у нас здесь за пару десятков лет создана специализированная система дистанционного управления телескопом. Вы не можете просто его провернуть, он 38 тонн весит. Управляется он от компьютера. Совместно с коллегами нашими из Института космических исследований, Рустам Искакович сделал, превратил его в современный инструмент, роботизированный. Следующий слайд. Это панель управления этим телескопом. Телескоп управляется как минимум с расстояния 30 метров от него. Сейчас в состоянии 200 метров из лабораторного корпуса в обсерватории наверху. Следующий слайд. В 2016 году Рустам Искакович внедрил дистанционные наблюдения, когда можно, находясь в городе Анталии, выполнять в состоянии 50 километров. Ну и в будущем, если будут ресурсы, будем двигаться в том, чтобы наблюдать из Казани. Находясь в Казани, наблюдать с телескопом в Турции. Следующий слайд. Телескоп хорошо оснащен современным оборудованием. Это спектрометр высокого разрешения для прецизионной спектроскопии. Это вклад Академии наук Республики Татарстан в этот проект. Следующий слайд. Современные детекторы, ПЗС-матрицы, которые мы используем, охлаждаемые в основном. Мы нашли фирму, делающую очень высокочувствительные приборы в Северной Ирландии. Но, к сожалению, напрямую приобрести оттуда приборы по разным международным правилам невозможно. Поэтому вот здесь пошел на встречу почетный профессор Казанского университета Рашид Ильич Сюняев, академик Российской академии, который из своего директорского фонда в Институте Макса Планка на протяжении уже 20 лет профинансировал несколько раз приобретение вот этих высокочувствительных ПЗС-матриц, которые мы используем на нашем телескопе. Следующий слайд. Это прибор, который поставил Институт космических исследований ПЗС-фотометр для получения прямых снимков. Дальше. И это прибор спектрометра низкого разрешения, в который вложилась турецкая сторона. Ну вот я просто хотел подчеркнуть, в международном проекте там участие многих партнеров, благодаря чему вот телескоп получился таким высокоэффективным и многозадачным. Следующий слайд. Теперь немножко несколько, какие задачи мы решаем. Ну, начиная от ближайшего космоса, это исследование группы опасных астероидов, которые сближаются с Землей и потенциально могут быть, столкнуться когда-то с Землей, соответственно, привести к каким-то последствиям. Впоследствии на Луне мы видим на этой картинке. Луна не обладает атмосферой, поэтому все, что падает, не останавливается, оставляет свой след в виде кратеров. Ну, в том числе, из-за того, что нет атмосферы, нет эрозии почвы, мы видим за миллиарды лет результаты падения на Луну. Видимо, такое было бы и на Земле, поскольку Луна близка к нам, но частично наша атмосфера демпфирует такие удары. То есть такая вероятность потенциального столкновения существует. Следующий слайд. Такое событие, вы помните, было несколько лет назад, в феврале 2013 года, когда на Челябинском взорвался астероид. Ну, и почему спрашивали, почему астрономы не смогли его зарегистрировать? Ну, потому что он заходил с солнечной стороны. То есть два с половиной года до того, как упасть, столкнуться с Землей, он был со стороны видимой. То есть его надо было для того, чтобы знать, что он когда столкнется с Землей, за 10 лет до его падения обнаружить и сказать. Поэтому вот эта работа, она очень важна на опережение. Следующий слайд. К сожалению, ну вот эти работы, результаты этих работ хорошо опубликованы в международных журналах. Следующий слайд. К сожалению, выяснилось, что просто только астрометры, только определение координат не дает возможности предсказать точно траекторию астероидов, потому что нужно знать массу. А как вы померяете массу, если вы не можете долететь, постукать и узнать, из чего астероид состоит? Поэтому мы придумали на нашем телескопе такие косвенные методы для того, чтобы оценить, из чего состоит астероид. Следующий слайд. Здесь был установлен специальный прибор для измерения поляризации света. Дело в том, что астероиды сами не излучают, они отражают солнечный свет. И если разный состав, камень, железо, уголь по-разному поляризуют солнечный свет. И поэтому, измеряя степень поляризации при определенном угле, мы можем различать астероиды, один астероид от другого и делать оценки, из чего он может состоять. Следующий слайд. Более сложным, более точным методом является спектральный анализ, когда мы получаем спектры низкого разрешения. При этом Рустам Искакович еще сделал такую опцию. Дело в том, что астероиды движутся, и во время экспозиции они уходят со щелей спектрометра. Поэтому телескоп должен не просто отслеживать вращение Земли вокруг своей оси, как звезды двигаются, но еще дополнительно двигаться с той скоростью, с которой двигается астероид на небе. В результате получается, что у вас звездочки, это печерточки, а астероид вот состоит как вкопанный, благодаря тому, что удается сопровождать именно астероид в его движущем состоянии. Не на каждом телескопе такая опция есть. У нас она такая есть, поэтому мы можем удерживать достаточно долго астероид на щели, спектрометры, получать спектр, а получив спектр, сравнивать его с солнечным спектром и из этого сделать анализ. Из угля состоит поверхность, из камня или из железа. Следующий слайд. Ну вот сейчас матрица, которую нам Ашталевич поставил в этом году, у нее продленная чувствительность в инфракрасной области. Это очень важно, потому что в ближней инфракрасной области проявляют у себя вот такие детали, спектральные, которые отражают минералогический состав астероидов. То есть в будущем мы планируем более детально определять не только камень, железо или уголек, но и, возможно, состав минералов. Ну, где-то в отдаленном будущем, лет через 50, когда закончатся естественные источники урудокопов на Земле, придется лететь в космос и привозить сюда на Землю астероиды, для которых мы составим предварительный банк данных, из чего они состоят. Железные, углистые или там силикатные. Зависит от того, в чем мы будем нуждаться к тому времени промышленности Землян. Следующий слайд. Ну, очень интересная задача, которой Симонов не занимался, наверное, хотя вот Нальбл уже сказал, что он планету Нептун наблюдал одним из первых. Это поиск планет около других звезд. Это очень прецизионная задача, которую нам удалось решить на нашем телескопе путем многолетних наблюдений на спектрометре высокого разрешения совместно с японскими и нашими турецкими коллегами. Следующий слайд. Вот. И в 2017 году нам удалось впервые в России обнаружить планету около одного из красных гигантов. Вот. Пока в России никто такого не умеет делать, кроме нас, в Казанском университете. Следующий слайд. Ну, это сайт Казанского университета. Следующий слайд. Наиле Абдуловичем еще в 80-е годы 20-го века была создана школа, которая так называется ведущая школа Российской Федерации по исследованию звездных атмосфер. Она ориентирована на исследования на дистанционных. Звезды мы приблизиться не можем, звезды очень далеко, но методы спектрального анализа позволяют нам исследовать из чего состоят звезды, из каких химических элементов. Они состоят из элементов таблицы Менделеева. Все элементы таблицы Менделеева были рождены в космосе в недрах звезд во время ядерных реакций. Я хочу пользуясь случаем напомнить вам, что в 2019 году человечество отмечает 150 лет с момента обнаружения Дмитрия Ивановича Менделеева его таблицы, которая носит его имя. И у нас в 110-й аудитории мы видим, студенты видят эту таблицу ежедневно во время лекций. Обратите внимание, вот мы занимаемся пользуясь теми теоретическими численными методами, которые развил Найль Абдулович методы неолтера-анализа, расчетами, из чего состоят звезды, определение химического состава звездных атмосфер. При Сименове этого не было, потому что, собственно говоря, 150 лет назад только метод Фраунгофера возник, исследование спектров звезд. Следующее. Рожид Алиевич, когда у нас заработал телескоп в начале 2000-х годов, обнаружил, что наш телескоп можно привлечь к новым задачам, которые мы никогда до этого не решали, а именно совместное наблюдение сложных источников рентгеновского и оптического излучения вместе с космическими аппаратами. В 2002 году ракетой Протон была запущена европейская обсерватория интеграл в жестких рентгеновских лучах. И Рашид Алиевич предложил нам участвовать в оптическом удрежеслении источников жесткого рентгеновского диапазона. Следующий слайд. Вот такую работу. Что значит источники жесткого излучения? Это нейтронные звезды, на которые аккрецирует компактный источник, на которые аккрецирует вещество с обычной звезды. То есть рентгеновский телескоп видит эту горячую плазму, разогретую до десятков миллионов градусов, но он не видит оптическую звезду. А наш телескоп видит оптическую звезду, но не видит рентгеновский источник. Поэтому дополняя данные оптические и рентгеновские, мы фактически можем узнать, что же за источник мы обнаруживаем. Либо это активные ядра галактик, сверхмассивные черные дыры с массами, до 10 миллионов солнечных масс в центрах галактик и так далее. Вот такой работы мы уже лет 15 ведем, готовимся к нашему основному проекту, о котором я в конце несколько слов скажу. Дальше. Это результаты не просто красивые картинки, понятно, что красивые картинки это для лекции, на самом деле мы получаем вполне конкретные цифры, во-первых, положение, астрометрия, чем занимался Симонов, но кроме этого мы получаем фотометрию, яркость, мы получаем спектры и по красному смещению определяем расстояние, а зная расстояние можем определить светимость, то есть энергетику этого источника, соответственно разделить источник является галактическим или внегалактическим. Следующий слайд. Отдельное направление исследования это оптические наблюдения оптических послесвечений гамма-всплесков. Гамма-всплеск никто не знает, что собой представляет это явление. В настоящее время считается, что это явление связанное со взрывом так называемых гиперновых звезд, то есть очень массивных звезд с массами тысячи масс Солнцев в очень далеких галактиках. Для сравнения написано энергетик 10,53 эрк за секунду. Наша галактика излучает, все звезды нашей галактики излучают 10,45 эрк в секунду, то есть это в 100 миллиардов раз больше за 30 секунд выделяется энергия, чем излучают все звезды нашей галактики. И соответственно в момент таких грандиозных событий в том месте, где рентгеновский аппарат обнаружил это гамма-излучение, мы наблюдаем в оптике и видим, что вот появился источник, которого не было, он называется ОТ, оптический транзиент. В течение нескольких суток он исчезнет, поскольку вся энергия излучится и его яркость упадет, но за несколько суток мы должны успеть измерить изменения яркости, как они изменялись, по степенному закону, по экспоненциальному, для того, чтобы какие-то дополнительные сведения о физике этого явления получить. Следующий слайд. Несколько лет назад Рашталевич предложил наш телескоп использовать задачи оптического дышления скоплений галактик, которые обнаруживает спутник Планк в радиодиапазоне на субмиллиметровом диапазоне длине волны несколько миллиметров. Дело в том, что этот спутник был предназначен для исследования флуктуации микроволнового излучения, который возник примерно через 300 тысяч лет после рождения нашей Вселенной, после Большого взрыва, когда еще не было ни галактик, ни звезд. Но когда Рашталевич Синяев был еще аспирантом, после аспирантуры молодым кандидатом наук, в 1972 году он вместе со своим учителем Яковом Болисовым Зельдовичем обнаружил эффект, названный именем эффект Синяева Зельдовича. Если фотоны микроволнового излучения попадают в область скопления галактик, в центре которых находится горячий рентгеновский газ, эти фотоны испытывают столкновение, приобретают дополнительную энергию и вылетают из скоплений с другой энергией, чем они туда влетели. В результате распределение энергии чернотельной в направлении на скопление галактик в микроволновом излучении изменяется. Вы можете таким образом сказать, что исследуя микроволновое излучение, исследуя отклонение спектра микроволнового излучения от чернотельного, вы можете сказать, что в этих направлениях есть скопление галактик. Вот такую работу выполнял спутник Планк, и на основе эффекта Синяя-Визельдовича было более полутора тысяч скоплений галактик обнаружено, и на небе они показаны красными точками. Сам спутник Планк не видит галактики, для этого нужна наземная оптическая поддержка, нужно навести оптический телескоп и посмотреть, есть там галактики или нет. Вот этой задачей мы и занимались. Дальше следующий слайд. То есть наводились наш телескоп. На предыдущей картинке были показаны самые яркие, самые близкие скопления галактик, которые все наблюдали и которые в каталоге существуют. Наша задача была найти среди этого большого количества звезд нашей галактики и других галактик группы в центре, которые видны красного цвета. не просто это картинки, конечно, мы выполняли измерения количественные, определяли яркость и показатели цвета, выделяли эти объекты для того, чтобы выделить их как кандидаты в скопление галактик. Дальше мы получали спектры этих объектов, определяли красные смещения и расстояние до них. Следующий слайд. Ну, самые далекие объекты мы уже не могли наблюдать на нашем телескопе, мы эту программу поставили на 6-метровом телескопе Российской Академии наук, скопление на расстоянии Z067 это примерно 7 миллиардов световых лет, то есть это предельное далекое скопление, которое мы смогли пронаблюдать на полутораметровом телескопе, то есть это половина нашей Вселенной, половина размеров нашей Вселенной, то есть мы достаточно далеко видим из Казани, ну не из Казани, из Турции, с помощью Казанского нашего телескопа. Следующий слайд. Ну эти результаты тоже хорошо опубликованы в международных журналах, международная общественность знает о вкладе Казанского университета в этот проект. Следующий слайд. Ну вот здесь я хочу показать эффект гравитационного линзирования, как он работает. Если у вас есть источник далекий, скажем, далекая галактика или квазар, здесь мы находимся здесь, а между нами есть массивное тело скопления галактик. Так вот, по скоплению галактик большой гравитационный пенциал будет искажать пространство вокруг себя. В результате фотон, который летит от далекого источника, энергетически выгодный лететь не по преимущественным траекториям, а по так называемым геодезическим, которые являются кратчайшим расстоянием. Поэтому фотон будет лететь для нас под акту исправленную траекторию. В результате, если мы находимся здесь, вблизи фокуса этого, мы будем видеть вместо вот этой точки кольцо или дубу от этого кольца, которые растянуты этим гравитационным воздействием большого массивного тела. Собственно говоря, это то, чего не хватало Хлобачевскому в начале, в первой половине 20 века. Тогда, потому что Эйнштейн написал об этом почти сто лет спустя, что такие эффекты возможны. То есть у Лобачевского была геометрия, но не было гравитации. И вот когда вы объединяете гравитацию и геометрию у Лобачевского, вы увидите, что да, такие эффекты могут быть, и на нашем полуториметровом телескопе мы можем даже регистрировать эти эффекты. Что это означает? Вот слева картинка скопления галактик Планка, которую мы отождествили, которые находятся на расстоянии 5 миллиардов световых лет, а Дуга это галактика, которая находится еще дальше этого скопления. Наверное, этой галактике 100, извиняюсь, не 100, 10-12 миллиардов лет, то есть она родилась буквально в первые миллиарды лет после рождения нашей Вселенной. Это принадлежит к числу самых молодых галактик. Мы сейчас мечтаем получить спектр этого, но наш телескоп не очень большой, чтобы у нас не хватает просто площади зеркала, чтобы получить еще и спектр вот этой дуги. Это очень далекий источник, поэтому мы подали заявку на 6-метровый телескоп, чтобы попытаться получить спектр этого источника и посмотреть, из чего же состоит та галактика, возраст которой всего 1 миллиард лет. Нашей галактике 12 миллиардов лет, она уже старая, а это молодая галактика. Это же интересно посмотреть, какой была наша Вселенная, когда она только зарождалась. А какой был там химсостав, какие там были звезды. Следующий слайд. Собственно говоря, ради чего мы занимаемся скоплением галактик и исследуем скоплением галактик. Вот здесь двумерное моделирование, точки здесь яркие, цветные, это места, где астрономы обнаружили скопление галактик. Как говорим в геодезии, двумерное распределение координат широта, широта, долгота. А мы с помощью спектральных наблюдений получаем еще расстояние, получаем трехмерную картинку вот этого распределения. А серым это теоретические расчеты. Дело в том, что сейчас считается, что скопление галактик это те места, где концентрируется скрытая масса во Вселенной. То есть исследуя распределение галактик во Вселенной, мы можем получить информацию о том, как распределена скрытая масса во Вселенной, поскольку она концентрируется, вернее, даже считается так, что сначала возникает скрытая масса, а потом стекает та масса бариона, которую мы видим, звезды, галактики и так далее. Следующая картинка. Ну и вот наше заключение, наше ближайшее будущее, на которое мы надеемся, Решат Равказович сказал, 12 июля планируется с космодромом Байконур запустить Российскую орбитальную обсерваторию спектр рентген-гамма с немецким, с германским участием, и наш телескоп будет элементом наземной поддержки этой выдающейся обсерватории. Вот я вам говорил, что интеграл был запущен в 2002 году, почти 20 лет прошло, оборудование космическое очень дорогое, сейчас есть шанс получить, запустить в космос еще более совершенный аппарат, чем спутник интеграл, который будет обнаруживать в рентгеновском диапазоне скопление галактик, черные дыры, нейтронные звезды, белые карлики, а мы будем пытаться отождествлять и исследовать эти объекты в оптике. Следующий слайд. Это вот вид сверху немецкого рентгеновского телескопа, Ярозита, это семь зеркал в рентгеновском телескопе, совмещенные в одной такой металлической платформе, и внизу российский телескоп Артексе, тоже семь зеркал, совмещенных в одной металлической платформе. Следующий слайд. Это задача, ну, собственно говоря, вот основная, там задач много, но основная задача, посмотрите, все, что мы знаем о Вселенной, о звездах, галактиках, межзвездной среде, элементах таблицы Менделеева, это зеленая овост, вот что все, вот то, что мы знаем о Вселенной, 4%, 23% это темное вещество, мы не знаем, в какой форме оно состоит, и еще 73% темной энергии, о которой мы вообще мало что знаем. Поэтому вот одна из ключевых задач этого спутника сделать такой прорыв, чтобы хоть какие-то дополнительные сведения об этих неизвестных субстанциях во Вселенной получить, и мы в Казанском университете хотим тоже быть привлеченным к решению вот этих фундаментальных задач в астрофизике. Следующий слайд. Это эти два аппарата уже собраны в НПУ Минилаучкина под Москвой в ноябре месяце перед отправкой на Байконур, нам их показали, мы их увидели, можно сказать, последний раз, после этого уже они ушли на Байконур и состыковывались с космической ракетой. Следующий слайд. Это группа российских немецких ученых в белых халатах. Ну, собственно говоря, нас в этот зал и не пускали, потому что там запредельный уровень частоты, который нужно соблюдать, для того, чтобы поверхность рентгеновских зеркал, никакая пыль не попала до полета. Следующий слайд. Это Рашид Алиевич проводит совещание с российских и немецких коллег, чем мы будем заниматься через 100 дней после полета, поскольку этот аппарат будет работать в так называемой точке Л2, точке Лагранжа Л2, полтора миллиона километров от Земли, в сторону от Солнца, где центробежная сила выравнивается с центростремительной. Следующий слайд. Ну, вот, Ильшат Равкатович разрешил мне показать эту картинку накануне мы побывали в 20 июня побывали на космодроме Байконур. Ну, старт был назначен на 21 июня. К сожалению, он был отложен по техническим причинам и сейчас переназначен на 12 июля, но я думаю, что 12 июля все будет нормально. Вот направо здесь представители Казанского университета и в центре Раштелевич Сюняев научный руководитель проекта «Спектр Индингама». Вот те два телескопа, которых я вам показывал до этого, они находятся на самой верхушке ракеты. Вы отсюда даже их не видите, они специально упакованы. Ну, и на правом снимке можете, мы там стоим с сотрудниками Института космических исследований, можете представить масштаб этого. То есть, это 700 тонн, 70 метров высотой, 700 тонн топлива. Первые три ступени должны отработать в течение 10 минут и вынести ракету на расстояние 300 километров, а потом через два витка вокруг Земли сработает четвертый разгонный блок ДМ-3, он называется, который, собственно говоря, отдаст импульс для того, чтобы дальше аппарат космический массы почти 3 тонны в течение трех месяцев летел к точке Л-2. И там уже будет через 100 суток раскроются зеркала и начнутся первые наблюдения осенью. Следующий слайд. Ну, это заключение. Чем хорош наш телескоп, что он позволяет делать. И заключительно еще следующая картинка. Все. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...